С 1989 года группа начала активно гастролировать. Они объехали почти все страны мира. На пике популярности группа «Нана» давала 350-400 концертов в год. «Нана» установила рекорд – 12 национальных премий «Овация» в области музыки как лучшая группа года и лучший шлягер. Такого количества премий не имеет ни один поп-рок-исполнитель России. Война, 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 война… Люблю тебя, война, война… Субтитры сделал DimaTorzok Кроме каких-то политических стадионных концертов и тому подобное, я знаю, что у вас есть благотворительные концерты Как правило, это как-то спонтанно возникают предложения, мы их принимаем Нам предложили в 1996 году поехать в Чечню во время боевых действий Это было интересно? Это интересно было, да Мы понимали, что это небезопасно было И привезли еще не только концерт, но мы еще привезли и медикаменты Медикаменты, продукты привезли Мы привезли невесту лейтенанту сверхсрочную свадьбу устроили там Мы ездили к Масхадову на переговоры забирать пленных наших ребят То есть это действительно было бесплатное выступление? Вы готовы выступать бесплатно? Конечно Мы весь транспорт воздушный, все это за свои деньги везли А в Германии мы были в клинике, русская клиника, где детки наши лечатся И там тоже онкологические И там Максимка был такой мальчик Мы приехали туда, и подарки привезли ему, и пригласили их на концерт И в общем мы с ним очень так дружили Потом подружились, они со Славковым переписывались очень долго С днем рождения тебя, с днем рождения тебя С днем рождения, Танюша Мариша, Мариша С днем рождения тебя Группа «На-На», как и многие артисты, поддерживает и участвует в различных благотворительных акциях и концертах Так, в 1993 году вместе с солистом группы «Модерн Токинг» Томасом Андерсом она провела в Кремле акцию «Помоги», средства от которой были перечислены на лечение российских детей в Германии В 2000 году группа «На-На» организовала благотворительный концерт на Красной площади в Москве в поддержку Югославии, собрав более 100 тысяч зрителей Также 19 сентября 2014 года группа «На-На» приняла участие в музыкальном благотворительном марафоне в поддержку детей подопечных фонда «Будь человеком» В акции участвовало около 500 гостей – меценаты, бизнесмены, артисты На благотворительном аукционе были представлены лоты от известных спортсменов, художников, модельеров, музыкантов Все собранные средства были перечислены на лечение детей В декабре 2014 года группа «На-На» участвовала в благотворительной акции в помощь пациентам комплексного реабилитационно-образовательного центра для детей с ДЦП Группа «На-На» по сей день продолжает свою благотворительную деятельность, преодолевая для этого сотни, а порой тысячи километров В день у группы бывает до трех перелетов Несколько лет назад практически чуть не произошла трагедия, когда ваши документы и вещи сгорели в лайнере в Сургуте В 2011 году, да, у нас в 10-м у нас был большой тур, и в 11-м, уже 1 января он закончился такой новогодний тур по городам, ну, елки, елки И в Сургуте мы уже садились в самолет, все настраивались, конечно же, на новогодний стол Сейчас вот все быстренько разделись, чтобы спать, отдыхать, разорвать соль вещи Ну, просто так вот случилось, что самолет очень давний, с советских времен, по-моему, там даже обшивка самолета, она была обшита вот таким, знаешь, тряпочкой И клавиши стюардессы стертые такие, ну, в общем, старый очень самолет Причем мы на этом же самолете прилетели с Пятигорска Это был ваш личный чартер? Нет, это обычный рейсовый самолет, да, и когда он начал заводить двигатели, произошло возгорание, замыкание И такие маленькие искры начались, там, из-под обшивки Такие, я даже не обратил меня, они особо так думали Ну, сейчас это, наверное, быстренько потушат Ну, буквально, мы были внутри самолета, люки были все закрыты То есть нас отбуксировали, мы уже практически заводили двигатели То есть самолет был закрыт, уже стюардессы рассказывают, что одевать как-то Ну, в общем, и буквально за полторы минуты самолет полностью сгорел и взорвался Чудом, конечно, это благодаря, конечно, только профессиональным действиям экипажа, стюардессам Которые, несмотря на там тяжелейшие условия, потому что уже самолет горел И были, ну, то есть люди пытались открывать сами люки, падали друг на друга Не все сработали эти вот трапы, надувные Кто на крыло вылез, вот я вам с Володей Страшно, 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 жутко, когда ты чувствуешь, что ты замкнул пространство Три человека уже сгорело Три человека погибло И находишься в замкнутом пространстве И идет такой чернющий дым Просто полный, как в трубе находишься Дышать невозможно И вот я говорю, стюардессы крикнули, все на пол И тогда я почувствую, что можно дышать И ноги поползли вот так Конечно, большая часть спасло людей, слава богу Вот, но это... Сгорело все Сгорели документы, гитары, костюмы, личные вещи, деньги Ну, все Вот, как мы уже раздеваемся в самолитах, чтобы комфортно поспать, отдохнуть И выскочили вот в рубашках, в майках на 35 градусов мороз В жизни часто случались еще какие-то подобные случаи? Не обязательно подобные, да? Когда вы чувствовали, что Бог вас бережет И, я не знаю, вы родились в рубашке Когда вас от чего-то предостерегали И это было, когда мы ездили в Югославию Перед нашим автобусом взорвали мост Прямо, мы должны были проехать В Югославии это тоже был благодарительный концерт Да, в Югославии тоже был благодарительный концерт Мы приезжали туда и с большой делегацией Приехали на телевидение на радио В то время, когда бомбили в Белгороде Выступали на главной площади в Белгороде В общем, концерт был на площади Много народу, одели майки с мишенями С такими, по поддержку Югослава И вот мы ехали автобусом Взрывается мост Прямо перед нами Поэтому был случай в... Кстати, здание телевидения Были на прямом эфире на телевидении Это самое высокое здание в Белгороде На последнем этаже студия находится Сидим в прямом эфире И загорается такой самолетик Моргает в углу экрана И сирены, воздушный налет Говорят, пойдите в бомбоубежище Или дальше продолжаем Говорят, ну дальше продолжаем, ладно На следующий день летаем в Москву, прилетаем В это здание попало несколько ракет Все разбомбили Музыканты группы «Нана» участвовали во многих миротворческих акциях Они побывали во всех горячих точках СССР А позже России Во время войны в Чечне Участники группы «Нана» устраивали концерты в Грозном и Ханкале На концерте в разбомбленном Грозенском аэропорту Сидели бок о бок противоборствующие стороны Музыканты вместе с Арибасовым и Лидией Федосеевой-Шукшиной Побывали с миротворческой миссией У президента Чечни Аслана Масхадова В 1999 году группа «Нана» выступала на площади Белграда Во время бомбежек столицы американскими самолетами В 1993 году во время конфликта между Борисом Ельцином и председателем Верховного Совета России Русланом Хасбулатовым «Нана» выступила на Васильевском спуске в поддержку Ельцина «Зачем в тот день догнал тебя?» АПЛОДИСМЕНТЫ Над чем сейчас работаете? Что вот, может быть, какая-то новая программа? Дело в том, что Барри Алибасову в следующем году 70 лет исполняется Будет грандиозное событие Будет грандиозное событие К юбилею Алибасову мы готовим большое шоу, новую программу То есть там будет, программа будет состоять и из трех блоков Это будут песни, которые уже все знают в более современной обработке Это будут новые песни и будет экспериментальная музыка Планируем мы все это представить в следующем году, наверное, весной, ближе к лету Посмотрим, как получится И потом уже будем организовать большой тур по стране И надеемся, что Уфа будет в списке городов С удовольствием Мы к премию займусь даже продюсированием или представительством вашего концерта в Уфе Желаю вам всяческих успехов Долгих лет жизни любимым Барри Каримовичу У нас сумасшедшие фотографии где-то ходят по интернету Ребята, у меня короткий блиц для вас Продолжите мою фразу Прямо вот так в очереди Я люблю Чуть не сказал Все участвуют? Да, все участвуют Не цензурно же нельзя Вы запикай мне пить Тебя жизнь Я люблю рыбалку, я скажу так Я люблю, когда близким хорошо Я люблю тебя до слез Я уже произнес Я люблю тебя жизнь И надеюсь, что это взаимно Меня раздражает Невежество Некомпетентность Грязные носки Да все хорошо, ничего не раздражает Все прекрасно Мой идеальный день Мой идеальный день это 8 марта Просто так сказал, не знаю Мой идеальный день, когда стрелка уровня топлива чуть выше половины машины Да, мой идеальный день, когда стрелка в кармане денег чуть больше, чем полна А мой идеальный день, когда закончился школьный период и наконец-то наступила взрослая сознательная жизнь Деньги для меня значат Деньги для меня значат Горно Деньги для меня значат Еда Любишь поесть? Любишь вкусно поесть? Да Но мало Вода Ой, не знаю Сплошное воронье Деньги для меня Деньги для меня Для меня деньги Это Смысл жизни скажет Хоть один кто-то скажет Правда Деньги это песок Собрал Смотри-ка, что идеальная женщина должна быть С юмором Живая Уже хорошо Ой, господи Живая и с чувством юмора Вот так даже Идеальная женщина должна быть со мной Красиво сейчас, да? А она без тебя, без тебя Счастье это? Это жизнь Это сейчас как-то, да? Жизнь Что? Счастье это? Тупик Дети Счастье это когда ты ничего не хочешь Я мечтаю о? И Я мечтаю о? Поспать Я столько хотел сказать Я мечтаю выспаться Тут у нас общие мечты, я думаю Потому что я тоже солидарен Пусть ваши мечты сбываются С вами была Светская Хроника До встречи на следующей неделе Пока Задумались о красоте и изменениях? Нити Аптос Всегда неизменный результат Коррекция овала лица Упругость кожи вокруг глаз Подтяжка кожи живота Рук и бедер Все для пациентов И для обучения врачей Светлана Габдулина Сертифицированный тренер Компании Аптос По нитевому лифтингу Клиника и ночи Уже 12 лет Профессионально Занимается красотой Обучаясь на европейских конгрессах Привозят все Самые последние новинки В мире косметологии Наш адрес Улица Цурюпы 145-1 Телефон 273-50-60 А мне все Мне очень жаль, что времени мало Было бы времени побольше Конечно, можно было больше тем поднять И Поразвернуть Мне очень понравилось, что Вы настолько все знаете про нас много Так в интернете написано Так здорово Мне так приятно Всегда приятно Человек сидит, копается И человек знает про тебя уже какую-то историю Что-то еще Его что-то интересует Это всегда Это вот прям вот Славно Это называется профессия Это профессия А сколько они Козлов приходят И разговаривают А почему у вас Называется группа Нано А что вы Какие у вас Что вы Какой у вас Любимый вопрос Осклонно